Валерий Карпин все-таки ушел из футбольного Ростова. С руководством клуба принято решение, что совмещение постов главный тренер не потянет. При этом жить семья Карпиных остается в Ростове-на-Дону. Что кажется, оставляет мосты для возвращения при проблемах со сборной. Ну а пока вот цитата из обращения Карпина к болельщикам. «Это очень сложное, мучительное решение для меня, но так будет лучше для всех. И для ФК Ростов, и для сборной России хватило одной недели, чтобы понять. Я взял на себя серьезную ответственность, тяжелую ношу. Если не могу посвятить команде все мои силы, мысли, время, это риск нанести вред». И вот еще цитата. «Понимая всю сложность ситуации, осознав, как будет сложно мне и как это может отразиться на Ростове, мы приняли это тяжелое решение. Если не оправдал чьих-то ожиданий, простите, мы старались, делали все, как умеем и все, что в наших силах». Валерий Карпин возглавил Ростов в декабре 2017 года. 11 место в чемпионате страны в первом неполном сезоне, 2 девятых в полных. А лучшим результатом клуба за годы руководства Валерия Георгиевича стало попадание в зону Еврокубка в сезоне 19-20 с пятого места. В Лиге Европы тогда, правда, не сложилось. Израильский клуб не прошли. В 2020 году контракт был продлен на пять лет, но тут предложение от которого не отказываются. По информации Федерального спортивного телеканала, Ростов с новым главным уже определился. Это точно не иностранный специалист. И не исключено, что Курбан Бердыев. Сейчас 68-летний тренер консультирует в Кайрате, но не против вернуться в РПЛ.